Ну, близится вторая годовщина уже, начало полномасштабного вторжения России в Украину, и ситуация как будто замерла. Вот позиционная такая война, без продвижения обеих сторон территориальных, Россия наносит удары дронами и ракетами, Украина наносит удары дронами и ракетами, а что дальше? Ну, если смотреть изначально на стратегию России и на стратегию Украины, то есть изначально берем два года назад, точка отсчета, 24 февраля, и на возможности той же России и той же Украины на самом начальном этапе. Война должна была закончиться, победа и Россия, и этот близкрик должен был удастся, потому что это стратегия, которую они официально заявили, наверняка заявляли, это не просто там ура патриоты, спецслужбы работали, генштаб работал, так сказать, все институты были подключены наверняка, и вот они приняли вот такое стратегически неправильное, как сегодня уже все понимают, решение. И в результате этого неправильного решения они вот стали заложниками сложности в реализации этой стратегии, и они по ходу этой войны стали менять эту стратегию на всякими тактическими изменениями. И вот сегодня все понимают, что главная цель в новой, так скажем, стратегии и в ее токсическом предварении в жизнь – это удержание, попытка удержания, то есть на все то, что они захватили с 2014 года и то, что они добавили после 24 февраля. Более того, они даже, насколько я могу предположить по ощущениям, они готовы и это проиграть, и это то, что было с 24 февраля, ими оккупировано, но ни в коем случае все то, что они как заявили, но для них очень важно сделать так, что Крым и так называемые ДНР и ЛНР в административных границах – это было бы у них. А кое-что они готовы проиграть, вы считаете? Не то, что проиграть, то есть вот грубо говоря, вот типа как тот же Херсон, да, был он у них, сейчас он ушел, они его переварили, они его переварили. А все то, что у них с 2014 года, и вот касательно вот этой темы именно Донбасса и ДНР, и ЛНР, как они говорят, да, вот, они это готовы, это для них с их точки зрения, я же слушаю этих пропагандистов, я иногда имею желание такое, да, мазохистское, заходить, проверять температуру в палате номер 6. И я захожу и регулярно вижу, как у них вот именно главное, то, что они могут преподнести, как победу. То есть близкриг, они могут сказать, это не было у них изначально, рано или поздно все равно это произойдет, но главная цель именно была вот в этом. И сегодня они все силы бросают именно на это, и поэтому вы видите, как будто бы и страну они перевели на военные рельсы, как будто бы вот и мобилизационные моменты регулярно компенсируются, и не только здесь, так сказать, заключенные, здесь присутствует и вся страна, и вроде бы у них этот механизм уже налаженный. Механизм налаженный, механизм обхода санкций, то есть по всем направлениям, то есть страна переведена на военные рельсы на том уровне, как это возможно было это сделать. То есть, опять же, не на том уровне, как это сделано было во времена того же Советского Союза, потому что у Советского Союза возможности были в разы побольше, но опять же, также во времена Советского Союза тема советского вторжения в Афганистан, она замалчивалась, потери там замалчивались, как людские потери, так и все то, что в материально-техническом плане Советский Союз тогда терял. И мы тогда подробности не знали, как вот системно работал Запад против Советского Союза, Мы просто потом увидели результат, особенно во времена перестройки, когда и железный занавес немножко убрался, и тогда стало понятно, в какую авантюру Советский Союз попал, и именно благодаря этой авантюре Запад и довел дело до логического конца. Вот по этой тактике медленного удушения, тактика анаконды, как его специалисты называли. И эта же тактика применяется и сегодня, и поэтому все говорят, война в долгую. И Россия это также понимает. Если их пропагандисты хотят преподнести, что тактика в долгую, это выгодно России, это им так хотелось бы выдавать желаемое за действительность, потому что это было бы выгодно одной из сторон только тогда, когда у нее есть для этого достаточно материально-технических ресурсов. Подписка должна быть, в первую очередь, военно-техническая. А учитывая все, сама Россия, перейдя полностью в три смены на военные рельсы, этого обеспечить не может, особенно в условиях этих санкций. Даже если они обходят, но эти санкции не дают полномасштабных таких возможностей для России. Иран, Северная Корея, это не тот уровень. И это не составляет той же конкуренции с тем же Рамштайном. Даже несмотря на тот уровень поддержки Рамштайна, и в первую очередь Соединенных Штатов Америки, который также не на том уровне, на котором нужно сегодня реально той же Украине. Потому что если это хотя бы увеличилось бы в два раза, ровно настолько, сколько есть, война давно бы закончилась бы. Но, опять же, эти возможности-то на Западе есть, а с этой стороны этих возможностей нет. Поэтому я вам хотел сначала объяснить российскую, так сказать, составляющую вот этой тематике. А потом перейти, вот российская статика, так сказать, и их цель, в чем их главная цель. И потому что, исходя из этого, мы можем сказать, что Россия эту войну не выиграла. И она ее уже больше выиграть не сможет. Теперь второй вопрос. Россия эту войну проиграла или проиграет? Вот ответ на этот вопрос нужно дать. В зависимости от того, кто что вкладывает в это понятие. Я вам объяснил, Россия как это преподнесет своему же обществу. Но если мы смотрим на изначально 24 февраля, однозначно Россия стратегически уже эту войну проиграла. Теперь, что касается украинской составляющей. 24 февраля 2022 года у Украины не было системной поддержки Запада. Не было. У Украины на том уровне, на котором она была, весь мир готовился к тому, что Украина падет, близ крик удастся. Этого не удалось. Это не удалось. Запад включился. Медленно, но верно. И прошел 2022 год. И вот 2023 год, особенно его вторая половина, она наглядное свидетельство тому, что Запад и вот эта машина, вот это медленное удушение анаконды, вот это системный подход, чисто экономический, санкционный, при всей ее критичности, при всех этих возможностях обхода. Но это огромное влияние и огромное давление в долгосрочной перспективе, которая, как в Советском Союзе, в течение 10 лет это было. С 79 по 89 год это привело к политическому кризису. Поэтому здесь точно так же. Этот процесс идет. И специалисты это ощущают. Просто в России пропаганда очень сильна. Холодильник и телевизор воюют. Поэтому рано или поздно, естественно, холодильник победит. Просто сегодня они пока в процессе. И это поэтому, так сказать, особенно в авторитарном режиме, это так сильно не бросается. Особенно, когда это 20 лет культивировалось. Вот эта истерия, вот этот националистический шум. Посмотрите, они сегодня уже и на мастера Маргарита наезжают, хотя снова запретят. И так далее, и тому подобное. Это нюансы. Чисто идеологический момент. Я хочу, чтобы мы-то выходцы, это американцы этих нюансов не знают, а люди выходцы из Советского Союза, они хорошо ловят такие, это как барометры, это как критерии того, что там. И раз это делается, вот такого типа наезда даже на мастера Маргарита, это говорит о том, что они идут буквально по краю. И они буквально каждый момент, вот все уже тоньше, все тоньше и тоньше это происходит. Поэтому и в Советском Союзе так же было после 79 года. Это не ощущалось, а потом, когда Андропов попытался это сделать, потом он ушел из жизни Черненко, а потом Горбачев не от хорошей жизни пришел к этой перестройке, и не от хорошей жизни он в этом координировал все дела с тем же Западом. И теперь к Украинской, опять же, возвращаюсь к тематике. И после этого, когда Украина сама выстояла, отстояла свое государство, я имею в виду в первую очередь политическую систему, Киев в первую очередь, власть в Киеве, банковую, раду, то есть вот все то, что называется политическая власть. И это потом, естественно, Сумская, Киевская область, Черниговская область, потом успех в Харьковском направлении, успех на Херсонском направлении. И вот это пришло к статике. И статика между кем и кем? Между Украиной, которую всерьез не воспринимали ни в России, ни во всем мире с точки зрения военной сопротивляемости, и она сегодня в статике находится с армией, которая себя считает второй армией на планете. Там, на самом деле, и субъективно, и объективно можно анализировать эту тематику, но то, что это большая география, с людскими ресурсами, с огромными материально-техническими возможностями, которые в разы сильнее и выше по возможностям той же Украины. Но опять же, между ними сегодня статика в этой ситуации, и Украина уже несколько раз демонстрировала успех, я повторяю, Харьковский успех, Херсонский успех, зерновая тематика. Черноморский успех. Зерновая тематика, да, то есть вот это я имею. Тема Черного моря, тоже переход Черноморского флота в тот же Новороссийский. То есть вот эти шантажи, и плюс за эти два года ни разу, ни разу не была нарушена подставка логистики западного оружия, который находится на территории Украины, оно уже как-то приходит туда. Поэтому, когда это все раз за разом мы видим то, что не было в самом начале, а вот в разных таких главных моментах по направлению мы уже видим это движение, просто это движение наверняка пришло сегодня какой-то статике, статике с той стороны, потому что Россия на пределе, а Украина на пределе своих нынешних возможностей. Но это на предел какой? Потому что подпитка идет, а здесь подпитка не на том уровне. То есть если сравнить подпитку, ну как вам сказать, это бывает вот кран, здесь идет один кран со стороны России, а здесь 5-6 кранов таких, разных, по разным направлениям. И поэтому все понимают, что сегодня будет что-то готовиться, весеннее, летнее наступление. Конечно, Россия хочет за эту зимнюю кампанию где-то что-то двинуться. Это вполне вероятно может быть чуть-чуть вперед, но Украина не планирует именно это идти чуть-чуть вперед, потому что еще ни F-16 не заработали, еще нету в большом количестве ни Штормшедов, ни Атакамс, ни Таурус. Это все. А будут они Таурус, Атакамс? Шторм процентов, это однозначно, потому что, во-первых, Штормшедов, Атакамс уже у вас они есть. Что касается Атакамс и F-16, F-16 же не будет апельсина разбрасывать, понимаете? Это же все системный подход, поэтому на эту тему лучше пускай выступают специалисты, и вообще лучше, если это будут делать специалисты вашего генштаба, а не диванные эксперты, которые все сегодня на эту тему любят рассуждать. Потому что это очень закрытая информация, поэтому я не люблю на эту тему спекулировать, потому что я точно знаю, что за прошлый год, когда я говорил в 2022 году в конце, вы получите все номенклатурные наименования, вы их получили. Просто теперь все для того, чтобы это, это же не для того делается, чтобы это лежало бы где-то на складах. Это должно работать непосредственно на земле. Какие цели и задачи сегодня у вашего генштаба, согласованные со своими союзниками? Я не знаю, и вы не знаете, и весь украинский народ не знает. Это знает все 5-6 человек на планете. Часть из них на Банковой находится, часть из них находится здесь, в Вашингтоне. То есть это высшая рука, даже все те, кто в Рамштайне принимают участие, они тоже этого не знают, потому что прекрасно понимают, что там есть и засланные казачки, и может быть утечка информации. Ну, я просто понимаю, что все то, что это есть, оно должно будет системно работать. А где оно может работать? Вот когда говорили, вот контрнаступление, вот то контрнаступление, все то, что было задействовано в прошлом году, оно и привело к этой статике. Если бы его тогда не было бы, Россия, естественно, имела бы какой-то успех. Но Россию остановили, все, Россия уже дальше вперед не пойдет. Она может вот какие-то деревушки брать и преподносить это как большую победу, да, типа вот как Авдеевка, типа как там Бахмут. А в наступление на Киев повторное вы верите? Категорически не верю, категорически не верю. Я не верю и на прямое лобовое столкновение между Россией и с каким-нибудь представителем НАТО. Это видно открытым текстом, не те этого не хотят, потому что они понимают, что просто тогда не будет никаких вариантов у того же НАТО, и тогда мало не покажется. А так одно дело в долгую, а вот тут в Америке произойдут выборы, а вот что-то изменится. Поэтому этот год, этот год будет вот проходить вот в такой статической обстановке, ну я имею в начальный его период, да. Но ближе к весне, к лету, и по мере того, как здесь политические страсти в Америке будут понятно, в каком они направлении идут, особенно после марта месяца, когда произойдет решение Верховного Суда, и четко будет понятно, участвует Трамп в выборах или не участвует. И тогда можно будет уже понимать, на что может пойти администрация Байдена, а на что она побоится идти, в зависимости от того, кто будет в оппонентах. Ники Хейли или же будет тот же Дональд Трамп, потому что эскалация, она невыгодна президенту Байдуну в предвыборной кампании, ни на российско-украинском треке, ни на ближневосточном треке, ни где-нибудь в Персидском заливе или где-нибудь еще. Проблему нужно загнать вовнутрь, поэтому вот такая болезненная реакция, посмотрите со стороны демократы, они спокойно прореагировали. Как прореагировали республиканцы, они полностью наезжают сегодня на администрацию, потому что чем больше хаоса внутри страны, чем больше хаоса вне страны, тем труднее будет отвечать нынешняя администрация на все эти вызовы, потому что всех собак повешают на нынешнюю администрацию. Это закон жанра, кто сегодня руководит правительством, тот и отвечает за все, что происходит внутри страны и вне страны. Поэтому, насколько возможно, это будет делаться. Просто вы должны понимать, как информационную повестку дня, та, которая чересчур завязана на внутриполитических разборках США, а в реалии, в реалии, они совершенно могут не быть такими. В реалии, в моем понимании, это та динамика, которая наблюдается, ее уже не скрыть, как я имею в виду, в странах Евросоюза и в первую очередь в лидирующих странах Европы, а это в первую очередь та же Великобритания, та же Германия, плюс некоторые другие представители Старой Европы и Франции в том числе. То есть это все те, которые пришли в движение, как по теме военно-промышленного комплекса, кстати, это вместе с Соединенными Штатами Америки, и напоминаю, в прошлом году, когда прошло здесь саммит ВПК Украины и Соединенных Штатов Америки, как ВПК Европы, пусть начал работу, его вообще не было, они не занимались этим, потому что находились под зонтиком Соединенных Штатов Америки. И им казалось, что этого достаточно. Сегодня этого недостаточно, никак не для них самих, так и не для того, чтобы сопротивляться или системно проводить эту операцию в долгую. И поэтому именно здесь и Украина очень сильно задействована, как совместное предприятие на территории Евросоюза, на приграничных территориях с Украиной, так и в самой Украине. Поэтому это вот то, что происходит, невидимо. И это вот тоже засекреченная информация, но просто судя по тому, как они встречаются, судя по тому, как делают определенные заявления, иногда, как корова, говорю, птичка на хвосте что-нибудь принесет, Иногда ты это начинаешь понимать, что движение, движение в сторону усиления позиции Евросоюза и отдельных каждых стран, это Евросоюз как института, НАТО как института и отдельных стран, лидеров этой Европы, особенно Германии и Риша Сунака. И заметьте, как Риша Сунак к вам приехал, заключил определенный договор с вами по поводу гарантии безопасности. Я так понимаю, и Германия, и Франция будут двигаться в этом направлении. Это важно, вы считаете? Это очень важно, это, конечно, это очень важно. Просто ответственность Европы, старая Европа, в первую очередь, богатая Европа, она увеличивается. Они понимают, что нельзя становиться заложниками хитросплетения внутриполитической борьбы здесь, в Соединенных Штатах Америки. Здесь может быть Байден, здесь может быть Трамп, может быть Ники Хелли или там Энтони Влинки. Не должно быть такого, потому что Америка далеко находится, Америка может себе это позволить, а может целый год заниматься предвыборной кампанией, а это происходит географически близко к этим границам. Поэтому им обязательно, хотя бы по минимуму, нужно что-то делать. Поэтому именно они запустили, они же в 22-м году даже этим не заниматься не собирались. Они в начале 23-го года тихо-тихо стали двигаться, а сейчас как будто бы это превратилось уже в системный характер. Я так думаю, вот на протяжении всего 24-го года мы это увидим. Поэтому резюмируя ответ на вот этот ваш вопрос, я могу сказать, что белые фигуры, белые фигуры в этом противостоянии, конечно, у Украины и ее союзников. Ну, в первую очередь у тех стран, которые сегодня находятся позади той же Украины. А Украина вместе с ними, она представляет собой единое целое. У черной фигуры, и у России, и у тех, кто поддерживает Россию. У черных сил. Насколько, насколько это может сегодня, это еще до Эншпиля далеко, но дебют уже, дебют уже разыгран, сейчас идет середина этого Метельшпиля. Давайте просто внимательно за этим следить. Я во всяком случае после той динамики, после той движухи, как говорят, которая началась в ключевых странах старой Европы, у меня намного-много позитива и оптимизма, несмотря на все то, что иногда, к сожалению, здесь приходится видеть Соединенные Штаты Америки.